Доброго утра! Сегодня я готовлю по просьбе моих друзей такие вот, хочу сказать, галушки, драники из картофеля свежего. Ну, надо сказать, что не из всего картофеля получаются хорошие драники. То есть вот я несколько сортов пробовала, но в результате получается, что некоторые разваливаются. И это происходит из-за того, что картофель очень такой не для жарки, для варки, обратите на это внимание, тот, который очень быстро лопается при варке. Проверьте, пожалуйста, если ваш картофель, который вы планируете использовать, варится моментально, то есть вы детишкам или кому-то там себе, например, пюре варите, он просто моментально варится, прям лопаются картофельные, то эта картошечка развалится. Натираю на терочке, вот на такие полосочки. Ну, вы можете сделать и более мелкий, но нам нравятся более крупные, муж любит ощущать вот именно картофельную жареную. Что я дальше делаю? Я добавляю, вот сейчас добавила, 2 яичка полностью вместе с белками, желтки, и просто вот на столовую ложку муки, вот на такое огромное количество, получается, картофельного фарша. Ну и далее соль, если кому-то нравятся какие-то специи по вкусу. Если, опять же, вам нравится, вы можете добавить туда, уже внутрь, лучок жареный. Ну, вот поскольку мы планируем и девочки, и мальчики сейчас кушать, поэтому я делаю универсальный вариант, тот, который понравится всем. Мне достаточно сейчас семерочки. Так, хорошо. Ну, естественно, я не теряю времени даром. Я сейчас в масочке. Обязательно вам сейчас покажусь. И расскажу, какая у меня маска, пока нагревается сковородочка. Да, напугала уже всех своих близких, теперь пугаю вас. Такая розовая маска с лепестками розы, не пугайтесь. Маска совершенно проста. Собственно, приобрела их много-много штучек, потому что просто дешевые. Эвианатурал. Ну, просто для увлажнения, и они не такие вызывают у меня какой-то аллергии. Поэтому наношу быстренько-быстренько. Если у вас сохнут глазки в тот момент, когда вы наносите маску, и у вас нет маски под глаза, воспользуйтесь обычной. мягенькой губной помадкой. Не стесняйтесь, прям вот так под глаза нанесите. И это будет какая-то защита в тот момент, пока вы находитесь без макияжа. Не брызгайся. Вот так. Какая-то капелька, видимо, сока, может быть, воды попало. Небольшими кусочками, то есть он быстро прожарится, если вы не будете делать огроменные кусочки. Они будут ровные. То есть там, вне зависимости от того, что там практически нет муки, да, опять же, я делаю, ну, практически все без муки. Обратите на это внимание, ребята, те, кому нельзя, те, кто придерживается всяких там безглютеновых диет, еще чего-то. То есть вот это удобный вариант. Не бойтесь, что они вот такие сейчас неровные. Они так и должны быть. То есть наша цель не просто пожарить ровные какие-то круглые котлеты, да, а вот такие красивые, естественные формы драники у нас получатся. Вот эти вот полосочки будут так торчать, как ежики в разные стороны. Это нам как раз и нравится. Да, серединочка, наверное, вы знаете, да, нагревается быстрее. Поэтому сюда в последнюю очередь кладем, она быстрее всех прожарится. Вот так. Ну, делаю я иногда это на завтрак, просто потому что это быстро и просто. Ну, многие думают, что это очень как-то сложно, да. И на самом деле нет. На самом деле для меня это самый простой завтрак, который я могу только придумать. Ну, кроме, может быть, там, манной каши еще и какой-то яичницы. А поделитесь, пожалуйста, там мне очень интересно, что вы делаете на завтрак для всей семьи. Ну, то есть разделяется ли вы завтрак на женский, мужской, да. То есть не все, например, я знаю, мужчины любят кушать кашу. И тем более, если у вас есть дети, вам некогда делать. Ну, мне так кажется, да. Мне, по крайней мере, некогда было делать отдельный завтрак еще и для мужа. То есть я всегда делала общий завтрак, потому что я всегда работала, и когда была беременная работала. И, ну, в общем, работала всегда. Безостановочно практически, только с перерывом народа на один месяц. У меня уже дочка родилась в 99-м году, в ноябре. Вот. А ночью в декабре, в ночь новогоднюю, я уже вела новогодний концерт в МДМ. С Кузьминым Владимиром, который там выступал. Ну, такая вот была активная жизнь. Сейчас я не советую девочкам так много работать, но тогда была просто необходимость такая. Нужны были деньги. У нас в семье не хватало средств, поэтому я работала все время, безостановочно. Видите, я уже перевернула. Сначала я не доготавливаю их до готовности, да, не довожу. Сразу коричневые они у меня не становятся. Вот такие вот светленькие. Но, когда я второй раз их переверну, они уже будут зажариваться. Сейчас моя задача просто чуть-чуть их подпечь внутри, чтобы они пропеклись. Вот так будет удобнее у меня перекладывать их. Ну, естественно, для мужчин тут придется добавить, наверное, какую-то историю, ну, я так думаю, с колбасой или с каким-то кусочком мяса. Или, может быть, многие любят бекон кушать. Ну, какой-то паштиц. Все, что у вас есть, вы можете подать к ним. Ну, а для женщин, я думаю, вполне достаточно будет салатика зеленого, который я планирую, собственно, сделать к ним. И, или то, что я обычно делаю, сейчас просто нет творога, я делала сырники, уже творог закончился, творог с зеленью. Расскажите, пожалуйста, а что делаете вы вообще, когда вот у вас немного времени на готовку, на завтрак? То есть вы просто хватаете бутерброд, например, ну, как было в моем детстве, ну, и тогда, когда росла особо продуктов, немного было, скажем так, честно. То есть, когда я кушала, например, утром булочку с маслом, это было очень хорошо. То есть, ну, у многих людей не было и булочки с маслом, насколько я помню. То есть, такая была проблема с продуктами. А вот каши, конечно, мама не варила, просто ей было некогда, она всю жизнь очень много работала. И работала она на руководящей должности, то есть, она была финансовым директором в МПС, те, кто знает Министерство путесообщения, и уж ей прям совсем было некогда. Уходила она вместе со мной, как я в школу, она на работу, и возвращалась она к 8-9 вечера. Ну, то есть, там, конечно, не до шикарных обедов и не до готовки, сил не было. И молодая она еще была очень, да, она меня родила в 22 года. Я считаю, это рано. Ну, то есть, конечно, есть девочки, которые в 16 рожают, но для меня, мне кажется, 22 это рано. Потому что я родила в 26-27 практически, и мне казалось, это вот-вот в самый раз. Даже, может быть, еще и можно было подождать. Так, вот видите, они уже такие становятся, ну, более такие пропеченные внутри. Я все-таки не сторонник еды сырой, поэтому, пока мы с вами болтаем, у меня есть вот такая возможность чуть-чуть их попереворачивать, чтобы они немножечко внутри приготовились больше. Потому что они толстенькие. Видите, у нас я не стала делать совсем тоненькие, чтобы они у нас не сгорели. Вот, и, конечно, я завтракала вот так, таким образом. Ну, либо каким-то бутербродиком. Дедушка работал с Брежневым, поэтому была такая возможность. У него были какие-то там иногда спецзаказы. Он нам давал какие-то талончики, я помню, дарил. И, соответственно, мы покупали какие-то там колбаски, что-то еще. Но это было очень редко. И были мы в отношениях вот с семьей папиной не очень хороших. Потому что мама с папой рано очень развелись. Ну, как вы понимаете, характер людей довольно сложный, если они в такой семье. Очень обеспеченно. И, как бы, мамочка не выдержала от папы. Вот. Бабушка очень хорошо готовила, шикарно, естественно. Принимала всех этих товарищей из правительства бесконечных. И поэтому просто, ну, умела классно готовить. Ну, должна была, вынуждена была научиться. Хотя они были вначале очень люди простые. Ну, изначально она вообще откуда-то была с Украиной. Наполовину украинка, наполовину русская. И такая все прошедшая всю войну. Люди, дедушка воевал и был матросом простым на корабле во время войны. Ну, то есть, в общем, обычные совершенно люди. Но вот он такой был человек с хваткой. Очень умеющий деликировать, скажем так, полномочия. Очень умеющий так организовывать. Поэтому очень быстро попал в правительство. И, собственно, вначале руководил отделом госпремий. Раздавал вот эти премии, в которых был обвешан весь Брежнев. Да, смешно, забавно. Сейчас я представляю себе, конечно, такая необычная профессия. Ну, а по образованию, по-первых, он был строитель и, собственно, такой организатор крупный. Поэтому потом ему доверили госстроительство. И вот некоторые здания, которые я сейчас вижу так ностальгически, вспоминаю, что по проектам дедушки они были построены. Ну, вот в частности, Бухарест магазин и огромное хранилище тоже на Севастопольском проспекте. Вот смотрите, какие у нас лифты уже. Получается, они внутри уже практически готовые. Я поднимаю. Эта инвекционная плита сразу включается. Как мера безопасности, да? Вот. И обратно включается, как только опускаю сковородочку на место. И, собственно, сейчас у меня дедушки довольно рано умер. Со здоровьем была проблема. И, конечно, у меня остались такие воспоминания, когда я была у них дома в гостях, да? Очень часто были какие-то гости такие официальные. Меня старались правильно воспитать так, чтобы я не кричала, не хохотала громко. И, в общем, была себя как культурный ребенок, дабы продемонстрировать, что в Советском Союзе дети хорошо воспитаны, да? Иногда были какие-то иностранные гости. Ну, то есть, в общем, они жили на улице строителей в таком старинном, красивом доме. Времен войны построен он был с лифтом, хотя он пятиэтажный. Ну, наверное, вы знаете, может быть, некоторые из вас живут в таких вот домах. Очень хорошие такие, прочные дома. Огромные, конечно, квартиры. С соседом у нас там был Одиновий Герд. В соседнем доме жила Галина Польских. Ну, то есть, и такие артисты там тоже обитали. Дедушка с Гердом общался часто. Меня поразило, что здесь Одиновий Борисович ходил, ну, как я его запомнила, когда мы с ним разговаривали, на улице, когда я гуляла, а дедушка, допустим, там проходил мимо или за мной выходил, да, на площадке, когда я была у нас в гостях. Дедушка Борисович проходил в джинсовом костюме. И для меня это был шок, ну, потому что, во-первых, человек такой взрослый, я бы сказала, там, пожилой, да, и в таком модном джинсовом костюме. Ну, во-первых, и джинси тогда не особо, да, можно было где-то купить. Но, в общем, он отсутся привозил, наверное, с гастролей. И был такой он модный, красивый. И, как бы, я дедушка всегда шептала, чтобы он тоже надел такой костюм. Он смеялся, говорил, что в правительстве не ходят в таких костюмах. Мамина семья, например, да, это были такие очень, наоборот, очень такие casual люди, я бы сказала. То есть бабушка была банковским работником, сразу после войны она хорошо им подражала математике и очень быстро хорошую должность заняла в банке, в госбанке тогда еще. И, соответственно, ну вот поэтому мама тоже, собственно, финансист ей, видимо, передалось это. И дедушка, он вообще руководил отделением, ну, тогда еще милиции, полиции, да, по борьбе с вооруженными такими сформированиями, преступниками. Тогда было очень много таких групп, которые нужно было безоруживать, в связи с тем, что после войны осталось очень много оружия у людей. Вот сейчас мы с мужем нашли информацию о моем дедушке, то есть, да, действительно, вот о его отделении, даже фотографии какие-то в интернете, где они там на обучении, то есть первые специалисты по борьбе с особо опасными преступниками, как отготовились с Советским Союзом, ну, любопытно. То есть ему тогда было 23 года после войны, что он прошел всю войну, представляете, он воевал, получается, с 18 лет, то есть это вообще шок, как он все это выдержал, 5 лет, для меня загадочно. Вот, и он служил в войсках, которые занимались радиоперехватами, ну, то есть такая вот работа, собственно, специфическая, да, и поэтому он хорошо в этом во всем разбирался. Много был на непосредственно прям поле, на поле боя, много раз был ранен, потому что он должен был проложить вот эти вот кабели, линии и прикрывал с тобой, в общем, многих ребят, и был весь просто прошнурован этими кусками осколок, которые потом у него выходили в старости, и это выглядело, конечно, ужасно. Вот, ну, он как-то так с юмором к этому относился и говорил, что, ну, вот, да, я робот, у меня, уже в старости, да, вот у меня тут такая нога, тут такая нога неровная, там, еще что-то, там, уже шитое-перешитое, ну, главное, выжег, то есть вот это счастье, родилась моя мама. Кстати, очень тяжело, они с трудом родили ребенка, были очень, ну, такие истощенные, больные, и действительно, потому что очень мало детей выживало, и после войны в том числе, и страна была в разорении, и жилянии, ну, после революции убежали все родственники, соответственно, из Питера, потому что там занимались они, занимали должности такие, городоначальников, помощников, и, в общем, боялись, убежали от советской власти, фактически, вот, но потом, видите, в следующем поколении вынуждены были уже с ними сотрудничать с этой властью в качестве милиции. Ну, вот, да, и дедушка ловил очень многих опасных преступников, и у нас есть родственники, которые, к сожалению, погибли, да, вот бабушкин брат родной, и вот они погибли в процессе пополнения своего служебного долга, то есть после войны пушки, просто, представляете, изымались пушки со дворов. Мы сейчас почитали, сколько орудий, просто тысяч, было изъято там, в каком регионе, Москвы, Подмосковье, ну, то есть просто шок. Вот, и вот таким вот образом дедушка работал, очень была опасная работа, у меня были такие два разных совсем дедушки, поэтому я, естественно, ну, нахваталась и того, и другого, и такой официозной немножко культуры, да, которая была принята в правительственных кругах, и совсем простых вещей, которые, ну, такие были более, как сказать, живые, более душевные. Они, пили песни много у нас, и за столом, когда бабушка очень вкусно готовила, вот мамина мама, и, конечно, она умирала очень рано, к сожалению, тогда не умели делать операции так, чтобы не было последствий, ну, точнее, наверное, умели, но просто, вероятно, не было нужных лекарств для устранения этих последствий, вот любой стерсис, любое какое-то воспаление могло закончиться плачевно, что, в общем, и получилось, вот, но память у меня о ней осталась, когда человеку, который постоянно что-то очень вкусное готовил бесконечно, мыл квартиру и, в качестве, старался создать уют в этой пяташке, которую мама переехала после развода. Мы все жили в одной, в двухкомнатной квартире, вот нас было четверо, я, мама, бабушка и дедушка, и они тоже, собственно, из Подмосковья дедушка бросил работу, там руководил отделением полиции, и вынужден был оставить работу для того, чтобы мы были все вместе и поддерживать маму после развода, вот, и очень много она готовила, готовила она такие вещи, которые сейчас повторить, конечно, не могу, к сожалению, у меня так не получается. То есть она готовила пельмени, пироги, ну, то есть я помню, как я ей помогала, но так у меня уже не получается. Кстати, если у вас есть какой-то классный рецепт пельмешек, вот я была бы очень вам признательна, если бы вы поделились, потому что я не помню составы, вот именно те старые, которые мамушка использовала, а пельмени у меня получились, ну, такие вкусные, ну, просто, ну, нереально, у меня муж очень любит вот такие штуки, типа пельмени, и, конечно, я бы хотела попробовать, приготовить, но у меня почему-то, вы знаете, получается очень такое тесто, как вам сказать, сухое, не знаю почему, жарили, собственно, я таких чуть-чуть подольше подержала, у нас с вами была такая возможность, я надеюсь, что вы меня слышите за шкварчением этой сковородки, она вам не мешает, ну, вот такие у нас драники получились, положила их, уже выключила, видите, плиту, она показывает, что горячая, и положила их обратно в сковородочке, только они потихонечку шипят, пока еще не все собрались на завтрак, поэтому вот я сделала свое дело, я рада, что они получились ровненькие, хорошо пропеченные, вкусненькие, и, соответственно, сейчас я буду оформлять стол к завтраку и смывать свою масочку, пока опять никого не напугала, вам же я желаю хорошего дня, спасибо, что были со мной, и, надеюсь, повторите мой рецепт вкусного, не такого вот приятного горячего завтрака, всем желаю удачи, будьте благодарны за все, что имеете, пока!